Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У первой пятигодцы в 2003-2008 год, а у другого с 2008-2008 по 2013 год. У есть такая задача. Когда тут была одна лечка, один лень, это все было просто. А лету, когда размер гавани выражается четырьмя леками. Еге-Усуми складаются рядом аж один в охоплении. Тут охоплены все виды адукации. Но, видать, в этой сугубности людей меньше, чем с базовой адукацией не было. Итак, коли отбыли все больше размера. Еге будут измерговать. Можно выказывать любые, тут, одразу скажу, не по идее говорка, но по какой-то складанной математичной технике. Тут, скажем так, здоровый лиценз, практичный подход, плюс, ну, верь непростая математика. По курсу нах заветцевой математикой математичная мова мысленная. Видите, словник кожаной европейской мовы наличие больше за 100 тысяч слов. Али ведома, что ведание трех-четырех тысячов достатково, как в месяц на сутки, не пропасть в украине, працавать, там, наводный и так далее. Тому и, вот скажут, математика, это мова. Пусть к этой мове мы не будем некие мудроедельственные слова выкрустывать, а поспробуем обвестись неким разумным минимумом и будем выжиться в основном тому, как размовлять на этой мове, а не забивать в себе голову и снова-таки великий колькостью слова. Итак, я подвести вас до этой задачи. Ну, машина тут и математикой не подает, да. А колькость людей изменялась? Колькость людей. Ох, я вас большой. Зараз покажу на ваше питание. Ведаете, мы гадага не ведаем. Говорка идет только об ты, як изменилась... Вот я возьму, какого. Як изменилась а сугубность вочетых дотов. Даден их про абсолютную колькость у нас немало. Абсолютно у нас немало. Скажем так, коли гада вам не муляет, ну, так сказать, давайте домовимся. Потом вы, как и знаете, что это неисторно. Что огульная колькость не изменялась. Не изменялась. Можно даже допустить некую умолную личбу, почему она ровно. Але вы убажите, что это абсолютно не важно. Ну, можно ли жить, что это тысяча человек? Так само лечится людей, которые находятся у тракции адвокации. Значит, с этой, уся сугубность людей. Или они пошли до школы. Да где что? Ну, они пошли в школу классовую. Потом прошли в обручную. А, нет, нет, тут, давайте так, как бы оно было больше. Больше. Правда, будем лечить, что это, скажем, працаны некой глины, альбом, предприемства. Кто из них может быть окружающим в тракте адвокации? Скажем, человек, который имеет там огульную и среднюю адвокацию, может учиться на решеннице, в заочном отделении МНУ. Але важно, что мы имеем на момент замер. Ось, коли зараз у этого человека заплечимо тольки два курса в МНУ, когда еще не лечится незаконченная обрушающая адвокации, мы лечим, что это будет терпение адвокации. Ось. Так, зараз у вас... На мой поллету, помеж 2003-2008 год, произошли больше значимые изменения, потому что по межиме нема негодной аднольковой цифры лечбы. А в 2008-2013 там пешая и другая строка аднольковой лечбы. Поэтому я вращаю, что по меж 2003-2008 годе прошли значимые изменения. Почему? Вось в фильме «Добрая Барабанова» я ее пропоминую так, что можно подходить иначе. И маршима, и маршима, гэта не левшая мера розницы. Али, вот что тут наша коллега зарубила? Я позвольте, пожалуйста. Что Оля зарубила? И она ввела некую меру от розницы. Мера же это такая. Колькость позиций, по яких отбылись измены. Колькость позиций, по яких отбылись измены. И вот за первую пятигодку смены отбывались по всех счетовых позиций, а по другой пятигодце по двух позициях смены не отбылось. Можно, можно, можно подыгодить, можно подыгодить так. Можно подыгодить так. Давайте подумаем. Если добрая эта мера у данного выпада, я говорю, забежащий на первую, вот такая мера, как Вы пропадали, у некоторых задач абсолютно практичных и разумных, и не таких уже редких, вот и она один к одному уживается. Так что идея абсолютно разумная. Давайте поглядим, типа, доходить, вот гэта мера, да, линога, Вы. Я маю на увазе в уголе воськалимы меры одрознены по межразмерковатке. Давайте я в себе такую, значит, давайте возьмем так, хай, снова будет у нас там 0,3, 0,25, 0,35, 0,1. Так. Давайте зарубим такую сметку, ну, разглядим такую сметку. 0,3,1, 0,24, я 0,3,4, 0,17. Вы разумеете, что отбылось. Кожное, кожное из ликов изменилось на 1,100. А зараз разглядим другую измену. Другую измену. Восьмин. Допустим так. 0,31, 0,24, 0,14, 0,15, 0,25, итак, тут сменились все четыре. Кажется, статистики, бухгалтеры, не как-то сейчас они лика, а лижба цифра. Хотя это да, вольность. А ли сменились, и они вось на 1,100. А тут два показчика изменились, а вот эти изменились довольно радикально. Это изменьшился на 0,02, это на 0,02 повелишился. Вот так, с местом, как вы были терминником организации, в каком случае вы констатовали, что в кацийном складе ваших подначальных отбылись некие истотные измены? Так что вот эта мера, которую пропонували, полтора часа, она бывает абсолютно до месяца. Тут бадай, что неизвестим бадых. Ну почему? Если ввести эту меру и посчитать, между 2003 и 2008 годов, между каждым получается 0,15. Если сложить, то будет ну в целом 0,6. Там типа 0,6 всех людей поменяло какое-то сравнение, то есть поменялось это. А если взять вторую пятилетку, то там между каждым да, и 0,15, и 0,2, чуть-чуть больше, но только в двух строчках. Получается в целом 0,4, а 0,6 как-то более весомее, чем 0,4. Ага. Можно узнать вес этого изменения в единице. Ну вот между этим и этим, какой его вес в единице, и между этим и этим. Ого! Ого! Ну как-то так. Итак. Итак. Коварка и девось про что? Что мерать не абсолютную розницу, а относно, да? Я думаю, что это 0,1 в относинах до 0,1. Это 0,1. Это 10 процентов. 10 процентов. А 0,1 в относинах до 0,35 это менее чем 0,3 процентов. А относная розница тут меньше. Вот это уже, ну, скандал. Вось, что мы бачим, что пропонованы три меры розницы, они разумные. И вось, я пою з их, я пою з их абрагат. Давайте так. Мы будем, так, рухаться усклодняюще и холодно будем спробовать ассенсовать. Как мы гэта робим? Как гэта можно, в принципе, робить? Скажите. Вось, я, в принципе, у математицы гэта розницы так. И так, есть две сугубности ликов. Вось, первый, что мы с вами, что я пропоную вам заработать. Вы можете, первые, что вы можете спрячивать, корытаковать или так далее. Вот. Тут нишуха складана. Вось, три, такие абсолютно реалистичные пропонованы от вас поступили. Вось, первые, отзывашки, что корыстно заработать. На ваш погляд, когда мы на некий час отхилимся, влечёмся, отстрахуемся от того, что вот эти лики, что они выражают процентное размеркование. Ну, к объеду нам не перешкальжало. Просто вось будем разглядать ситуацию. Есть вось одна четвёрка ликов и другая четвёрка. Лики, якие стоять на одном и том же месте, первая, другая, третья, четвёртая, мают некий сенс. Я тут, вось, такие напоры ликов называют упородкованными. Я в фильме видомощную речь просто оговорил бы, что 0-3, 0-25 — это не то самое, как тут стояло 0-25, а тут 0-3. Ну, это видомощная абсолютно. Ну, я, к частому, это иллюструю, не иллюстровал таким проекодом. Допустим, что мы описываем неких людей, ну, не веток, там медицинские, а пока что. Первый лифт — рост, другие — вага. Рост на сантиметр — это вага, в килограмм. Ну, сто восемьдесят, восемьдесят. Ну, некие вот так. А як бы вы поглядели на такие экземпляры? Ну, это абсолютно видомощно, что просто в этой лике повинности неким особенным парам. Вот это можно было, как это, крайне, газать. Я не думаю, что у вас было спокойно и где переставлять. И вот, как это можно было робить. Когда с допомогой математики решаются такие задачи, часто користаются аналогии с некими ведомыми ситуациями, с готовыми ситуациями, с готовыми выводками. Скажите, вот какие объекты выиц провели… Ну, я бы кого вот, наипростейшее, ну,hhh. Самый простой объект, ну, навiembre, реально. Какие даальные объекты. Непростейший, идеальный объект? Что же это? пункт, только точка, геометрично, на русском слово «точка» напоминает главу белорусскому, знак подпрынку – это коробка, а я геометричный объект – это пункт. Вот два пункта. У пункта у меня манишок – ни по меру, ни башени, ни баху, ни колеру, ни шоку. Я говорю, есть только что? – Кроординаты. – Кроординаты, месяца, где он знакомится. Так вот, розница помиже двумя пунктами чем выражается? – А в чём выражается? – Ну вот, один не вместится у простого и у других. Чем выражается розница у них в месяце? – А? – А длебность. – А длебность, простой. – А длебность. Так вот, к листьям людям пришла в голову такая думка – вот, обогульнить понятие длебности и корыстации у таких и до того подобных ситуаций. Как это зарубить, треба ассульсовать. А что такое длебность? Какими властивостями я надеюсь? Ну, видовольно, что литерально перенести на эту ситуацию у нас не получится. Завычайную длебность можно померить линейкой, там, рулеткой. Ну, а тут... Куда и себе? Прикласьте. Лидей говорят по рулету. Треба обогульнять, треба придумать разумный способ обогульнить. Разумный способ обогульнить. Давайте попробуем это зарубить. Давайте поглядим на длебность, якими властивостями анавалутами. Я буду так вот. Д, ну, английское слово distance, длебность. Д от икс икс. Икс икс – это все, что хочет. Некий объект. Некий. Абсолютно не важно. Так, ну, первое. Вы сустракались когда-нибудь с одновной одлебностью? Отрицательно. Ну, вы знаете, что такого не бывает. Напишем, что одлебность не может быть в ней незаменитой. Далее. Скажите, коли мерочь – отлебность. От одного пункта до другого. Тебажно уйдетим на бранку мерочь. Ну, я вот таких выпадков усказываю старый хит группы «Браво». Ленинградский рок-н-ролл. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. Тебажно, каким направку мерить – отлебность. От икс до икс, как бы от икс. Не важно. Ну, это запишем так. d от икс, икс, ровно d от икс, от икс, икс. Значит, отлебность и металлическая. Зараз такую отзначим. Что угодно? Скажите, не может быть отлежность ровно нулю? Что менее нуля она не может быть, что не может быть обновленной? Это мы дадим. Что она может быть додатной? А, ну, больше нуля – это заразумение. А вот не может она быть ровной нулю? Если колеса упадает. Вы сказали? Колеса упадает. Ну, мы же не можем выключить таким выпадом. В это разминкование могли бы совпадать. К тому, как, пусть такое не выключать, что в жизни бывает, мы скажем так, что, пусть стрелка у два боги, что р ровно сильна тому, что икс ровно икс. До этого тоже. Плача-то. Третья икс ровно икс ровно. Икс ровно икс ровно. То есть икс ровно. Икс ровно икс рядом с кастровной. Скажите, может и может быть такое, как бы шлях с икса у у по разе был коротейшим, чем в промышлях? Нет. Такого не бывает. Такого. При нам здесь, звучальная геометричная отлетность, то есть не такая. Это пишется так. d от икс икс не более d от икс икс плюс d от икс икс. Вообще эту властивость. Зовут неоробность тропугольника. Потому что это можно выразить так, что кожный бок тропугольника не более суммы двух других боков. Ну, дальше вось знаком к этой геометричной фигуре, вось ранее, в белорусском овных школах, выкрасывался термин тропугольник. Ну, вось словник, русско-белорусский словник математичных терминов рекомендует рухугольник. Ну, не веду. Я так недалее сегодня сустракался с головным редактором, это словник, а не было у нас сразу обмирковать. Ну, есть доводы и за одно, и за другое. Можно это по одной обморке. Ну, больше что, мова на месте не стоит. Мне больше наподобно тропугольник, ну, больше что ли, это коротенький. Вось, а? Вось, неровность тропугольника либо тропугольника. Сейчас основу, пусть, мающая наугазимость этой постивости, будет мне обоглинять звучальную геометричную отлепность. Звучальную геометричную отлепность. Вось, глядите, два пункта на плоскости. Вось, глядите, два пункта на плоскости. Давайте... Вось, я готов для гласть померти. Можно, ну, как мы уже казали, неким сородком или линейка, рулетка, или больше облеглости у всяких там геодезичные инструменты, там, теодолиты, усиляки и так далее, и так далее. Но все глядите, вось, такие инструментальные сроки, не изразумело, як перенести на нашу ситуацию. Они не тепско обоглиняются. Тому, вось, тут треба придумать нечто такое, что будет обоглиняться. Давайте так уявим собе. Нам потом гэта интерпретация сейчас подойдется. Вось, допустим, что гэта некий город такой идеальной планировки. Вот с такими идеальными, идеально квадратными кварталами. Снова-таки, как бы не тлумить себе головы, будем лечить, что кварталы идут по километру. Звучайное мнение, как вы разумеете, но... Звучайно, уятости, по выплату, из такой планировки, приводят в остров Манхэттен у нее, где в одном набранку идут оленем, а перпендикулярно идут стриц. Правда, там, на Манхэттене есть улица маргинал, какая в эту схему не укладается, какая-то ничтеньшая слабутая Бродвей. И она идет так, нечто к штанту неправильной диагонации, пересекающей там, как это, эстериль и оленью. А у правных, кали-не-кали, она пересекая одночасово, как это же так отчитывается, и стрит, и оленью. Тобок и она проходит по скоржеванию некой стрит и некой оленью. Там отомовывается скоржевание вось трех улиц, вось слабутая Таймс-сквея, она не на виду такая-то, назиралась, или там вообще-то тому. Ураживая, ну, не вразила, как это, на немедленно великое, такое уражение, что все вертикальные поверхни светятся, все завершено этими эгоранами. Ну, вось. Больш идеальная геометра, в этом сенсе, на Васильевском острове и у Петербурга. Там нияк эго разведено. Ну, вось, такие вот. Да пусть я вылечить. Можно вылечить. И коли можно, то я отлеглась вось помешитым пунктам. И вось. Правильно. Теорема Пифагора. Вось там. Вось тут, который намалевал. И як это робиться, нагадайте, я поможа, кто с ней забрал. Геометра. Мм? Сумма квадратов. Сумма квадратов. Как это ровно квадратов гипотенузы? И як? Што даде нам в выпадку? Гето нам дает. Можа вы напишете там? Ну, машина, кто с ней забыл. Што тут такого? А? Это еще и не бескредит. Не бескредит. Не бескредит. Не бескредит. Ага. Ну, вот это мы скажем. Да. А как бы вам обозначить это? Ну. То есть надо, чтобы у нас была АВЦ. Ну, а знаете тут. Мы будем решить, что у нас АВЦ. Ага. Так. Пожедано, как вы и так разговаривали и рассказывали. Ну, собственно, гипотенуза у нас является искромая величина. То есть связком отрезок. Вот ПЦ я вам обозначила. То есть ПЦ в квадрате, а потом ВА в квадрате плюс АЦ в квадрате. Так. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, не дали. Не знаю. Ну, очень ароматично практически все зарубили. Хорошо. Ну, здесь у нас, я так понимаю, у нас километры, да? Километры. То есть у нас есть и 4. То есть у нас 4 километра, а у нас длина катета ВА. 4 в квадрате плюс. У нас 3 километра. Ну, мы получаем, ну, можно сразу корень попробовать. То есть у нас 16 плюс 9 и до 5. Ну, даже с дольцомом получается, мы не спорим. И у нас получается. Ну, с удернивается опять. Вот. Тех, кто вам. А длинивается опять. А длинивается опять. Нормально, да? Давайте вернемся до нашей ситуации. Как бы мы могли померять отлеглость. Как бы мы могли померять, ну, перенесивший в учебный прием на наш выпадок. Как бы мы могли померять отлеглость помеже размеркованиями у 2003-2008 года. Ну, есть аналогичные решения. Розница, только уберем, что у нас тут было 2 линки. Один катет. Дружиня. Одного катета и другого. А тут 4. Ну, мы могли бы вот что заработать. Вот мы могли бы менять деньги. Глядите. 0,3 минус 0,15 в квадрате. Ну и короче, тут 2, тут 4. Ну, пусть так и будем. Ничего страшного. 0,25 минус 0,1 в квадрате. Ну, вы разумеете, по кольке мы узводим квадрат, не важно, что от чего отымать. 0,35 минус 0,5 в квадрате и плюс 0,1 минус 0,15 в квадрате. Из этой суммы сдобыть, по-русски извалять, квадратный квадратный квадрат. Ну, что это будет? Ну, давайте замалюем корень этой. Это будет 0,15 в квадрате. 0,15 в квадрате. Тут так само 0,15 в квадрате. Я, безусловно, не к ним нужен до такого. Ну, так. Знову 0,15 в квадрате. Ну, можно квадрат поузводить, сквозить и все в это. 0,9 в квадрате. 0,9 в квадрате. 0,9 в квадрате. 0,9 в квадрате. Ну, в квадрате. Так. Ну, это будет 4 помножить на 0, 0,225. Да правда же это будет 0, корень х, 0,9. Это будет 0,3. Это будет 0,3. Вось нам пошинцевало. Вось увеличение корня оказалось таким просто. Боюсь, что когда мы возимся за другую розницу, такого у нас уже не отбудется. Такого у нас уже не отбудется. Там получилось такое. 0,2 в квадрате и плюс 0,2 в квадрате. Это будет 0,8. Уже так просто корень пиздобывается. Треба не узгадывать, как в школе учат нам с поделением на грани, альбо корыстаться калькулятором и нечто такое. Ну, и уголевывалечение тут довольно шмарно. Квадраты увеличать, потом коронить. Не надо так это всё замыслить. Давайте поглядим снова, с чего мы пошли. Скажите, пусть тут мы у якости того, что мы выкористовывали для обогулинения, была обычная звучание геометричной объект. Мне её зовут Еуклидова, ну, гонор Еуклида, який лежит в собачках. То есть такой сушарственной, у нас все элементарная геометрия. Скажите, а вы, за уважением, что Еуклидова от левности, вы звучали геометричной, всеми гетами властировались волосы? Да мы теперь поглядим, не вернусь ли, что ли. Когда мы верим себе, что нам с этого пункта в нашем городе, в городе, в котором мы так себе придумали, что нас тягавить от лезвости, какую мы реально повинны проехать, как попасть отсюда. У нас нема вертолёты. Нема вертолётов, те геометрия на кашар, те нечего такого. Мы можем альбо пешей, альбо на машине, альбо там, если свободно на ровере те мотоциклы, ехать, альбо исти по улицам. Какую отлеглость в этом выпадку мы повинны проехать? Нет, там всё ровно. Фу, вот такие ровные. Вы просто поглядите. Сколько нам треба порасти, как бы исти отсюда? Мается на увазе, что мы будем исти разумно, что мы не будем сюда заходить, потом сюда, потом вертаться, а будем всё ж таки емкнуться, пора худшей дойти до пунктов изначения. Кольки? Семь. 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 А я там треба исти, как бы было семь. Ну, да. Срог. А? Срог. Срог. Глядите, что нам коллега обхажет. Вот, когда мы будем исти так, мы пройдим семь километров. Ну, с пожарку пройдем четыре километра до потребной истры, а потом по этой истры, пересекающей авеню, будем исти восемь. Семь. А коли мы будем исти восемь. Прошли два квартала по авеню, один квартал по строй, снова по авеню, снова сюда, снова сюда. Мы сэкономим что-нибудь, а либо будем всё ровно семь. Всё ровно семь. То Бог любый разумный шлях, разумный я могу на возе, коли мы на божьем николе не отдаляемся, мы наближаемся, альбо по строй, альбо проведем, альбо по строй. Приводить вось нас, ВДТРФ, таким наикоротейшим, пешим, димашинным шляхом. Скажите, а коли будете она бить аналогично тому, як родила наша коллега? Я нагадаю. Я назначила вот эта. Так, тут у нас было А, тут В, тут С, да? А, В, С. Значит, мы родили так. А, В, С. Значит, то есть, нам было потребно вето ВС, и вето было так. А, В, А, В, квадрат плюс АС. Вот что было право. Вось так. А коли вось у гэтых терминах, вось такую одлевлость, вось гэтая вось, выразить ягода будет. Вот такая новая термина. Д от В до С. Что в этом будет? А? АВ. АВ плюс АС. АВ плюс АС. Доброе. 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 Розница по одной координате. Плюс розница по другой. Ну, абсолютная розница маяться на образе. Ну, абсолютное лишение там. Минусов не было. Так. Доброе. А коли вось гэтый способ применить до вось нашей ситуации. Что тут будет? В общем, он выражается в этот способ. К обмерить розницы по усих компонентах, скажем. И складывать. Безу всяких короню. Что у нас будет? В общем, эта новая одлежность будет. Одлежность в 2008-м годе. Будет. Будет. Вы памятнете, что нам отерминировалось я всюду по 0,15? Альбо написать. Концвет. А? Памятнете. Значит, розница тут 0,15. 0,15. И тут 0,15. И тут 0,15. И тут 0,15. И тут 0,15. Требо вспомнить, что мы сформулировали для себе, яким, якой бобинно быть ответлив. Неотмовной, симметричной и так далее, и так далее. Скажите, вось, выканание вось гэтых, перших, вторых уголков, видовошно? Ну, такая одлежность не отравнивается одной или восемь, так далее. Нет. Это симметрично, и гэта выканывается. Что, по дорогой некой математичной проверке, да гэта вось выканание неровности трех уголков. Гэта математичный доказ. Гэта неровность выканывается. Ну, не будем гэта грабить, но, поверьте на слово, гэта та. Гэта та. Гэта та. Гэта доказывается. Шмат книжек, у каких гэта написано, не будем гэта грабить, бо, ну, токазы... Я бы сказал так, разбор токазов менее корыстный, ниж практичная аудитория, ниж практичное применение. А зараз давайте скористаемся к этим способам компонировать отлеглость по межразмерговальному 2008 и 2013 годам. Так, кто взрослый? 0,4. А? 0,4. Покажите, от коль гэта... От коль гэта... Так, так как у нас первые две строки с одинаковыми показателями, то с третьей начнём. 0,5 минус 0,3 минус 0,2, 0,25 минус 0,45, ну, в модуле. Да. Будет 0,2, как разница и... Ну, в модуле... Я не знаю, какая термонология рассказывается зараз в школе. В модуле все абсолютные увеличения. Ну, в модуле. Ну, гэта симуляция. Я бы... 0,4. И вот зараз... Вось, минавито гэта вы пропадованы. Скласьте абсолютная разница. И тогда... У сэнси... Я бы вам... Собруды, смены за первую пятиводку оказались большими, чем смены за дорогу, смены за дорогу. Ну, учим первого мага такой мир родовой, что она просто вылечивается. Другое, что она не выглядит и не надо разумить. Ее, с оправдой, можно коррестаться. Тут есть такое меркование, что эта мера подходит до нашего выпада, с процентами размеркований, что тут сумма, и в процентных размеркованиях сумма выкорестовывается сумма всех этих кликов повинна быть ровно одинцем. Потому что тут есть нечто такое натуральное для этой ситуации. Олег, это, снова-таки, все морщимости... А, как такую отлеглость называете? Пусть ее зовут Манхэттенской. С порученной бракой я вам отказал. Ну, либо российские математики так подметусились, больше споритно, морщимо звалось от Васильевской, типа там Василия Островской. Американцы... Да рыще они вельми любят, и так... Сейчас они дают свои такие... Ну, параллельно эффектные назвы, рыще в некие... Ну, альбо не думают, альбо не принципово дорозниваются, а от веду. От веду. Это у них есть. Ну... Наконтрекламы, они быстрые, добрые. Ну, тут так само реклама бывает. Ну, тут кто первый? Я скажу, когда в 57-м году Советский Союз не оградил бы взлученные Штаты по запуску штучного сподорожника, там же на неколький месяц, то мы б за раз корыстались не словом сподорожника, либо спутник, или казать по-русски, а мы б казали сатерит. Был у них уже такое... Ну, они уже так... Плануем... Ну, плануемые... Эти... Вещи звали так, сатерит. Они, когда Советский Союз запустил этот спутник, и это слово с усих, которые там провоторировали, приемникам там, или визоры, где они уже были, со стороны газет уже. Полезло, тут уже не машина была, не противница. Так и по ангельскому спутник. Доброе. Можно и иншие некие подуходы. То есть, в разности, что нам коллега казала, тут мы увеличаем абсолютную розницу, а можно односную. Марджин на увазе, что привлечение односное на 0,15, с 0,1, на 0,25, это привлечение на привлечение у 2,5 разы. А тут помежь 0,35 и 0,5, это приблизно привлечение у 2,5 разы. Ну а тут негде разы у полтора. А односное привлечение тут более, чем тут. Можно и это развить, чему нет. Одинное, что это будет больше склад и не у все власти заховались. заховались. это ж захование в этих властивостях это ж не некая догма. из местонах это была абсолютно разумная мера. не можно было так в этой рознице по кожным покажем померить взнос власти. Их просто можно взносить. А? базовая эдукация примовывается потому что взносим эти относные смены по базовым полгода средней их просто можно спласти. Их можно спласти, если мы это будет больше разумным. Все это будут относные виды. А что у вас так обвините? С самого початка мы первые помогли я взносил розницу мне хотелось быть 1 15 а потом я не знала что с стежной просто скласс потому что это доля отрослых не 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 это сложное Я знаю, что только еще одну меру отрознение, какая уживается сейчас. И она ведь не простая. Ну, она, выглядая хорошо и экзотично, она уживается. И у нее так самое есть некий сместовый секс. Так вот, глядите, у классичной клиновой ситуации мы вот в этой рознице узводили в квадраты, складывали и сдобывали код. У манхеттенской облегности мы в этой рознице просто складываем. А есть и такие, подогонки. Вот вылечают в этой рознице и берут за их наибольшее. Ни этих 9, на киме не робят, просто берут наибольшее. И глядите, что отрывается. Коли мы тут возьмем наибольшую, тут всех этой рознице от 0 кВ, ровные 0,15. Наибольшее чему ровно? 0,15. А тут, глядите, розницы только 2, не нулевые. Я, пусть нам, наши коллеги, показал. А ликошный из них ровно 0,2. Значит, наибольшая розница чему ровно? 0,2. Что отрывается? Что суммарная розница более тут, а наибольшее, экстремальное, так по-моему, более тут. В не этих выпадках бывает важно зафиксовать наибольшую землю. Все это залежит от ценца задачи. Завтра я вам расскажу, что это абсолютно все жентя, это не продумки мои. Возь проватности это на ваше пытание. Что тут требовалось получать некую математичную технику. Сгодите, в данном выпуске она не складывается. С постоянным успомином про тое, чем мы занимаемся, какуюсь основную задачу мы выражаем. Колисти я рассказывал студентам, математикам. Нечто про выбор по неких покажчиках, по неких критериях. Мы сегодня про задачу выбора так рунтовно разговлять не будем. Ну, просто там... Так само можно уявить себе нечто, что признать левшим, некой разговаривать на эдукации. Короче, я привел приклад, такие... Исключительно струдиозные. Про некую девушку, какая там выбирает, с подорожь женика життя, и некто такой. Ну, как надо-то не уклонять, я сказал, что она любит высоких и богатых. Ну, и там конкурировали такие. Один, ростом сто восемьдесят, и с зарубком, ну, я не понимаю. Ну, сдается, вторые тысячи лет у месяцев. Это было... Сколько год тому, тогда это была Деневская сумма. А у другого метр восемьдесят пять. А не зарублял ли он только две тысячи? Ну, и вот испытание. Кого я там повинно брать? У отповедности со своим подходом. Я... Я... Я не проходу вам... Тут есть о чем-нибудь поговорить. Так вот... И вот один... Лапец, студент, математик, Каша. Конечно, требует... Ее требует выбрать вообще-то. По... Пять сантиметров... Ну... Каштует того, как им и аккеровать, деля... Тысяча тоннеров. Что там пять сантиметров? Это... Тысяча... По-на-русси, это было... Ну, долновато. Я думаю... Ну, вот десять там. Это... Были серьезные ручки. Ну, это... И зараз не то, для нашей корыны, для наших зароков, не то, что... Зовсем ничто. А тогда это было... Вось пять сантиметров... Это... Так... Неважно... Ее... Ну... Вашу вось... Такое... Ну... Колисти... Я... Скажем так... Я шмат... Более... Два десятки год... Поразовал... У социологии. Вось... Одна... Моя коллега по социологии... Горновский социолог... Социолог... Патяна Булг... Истинно... Кажем вось... Тады... Это только починалось... Шлюбные объявы... Ну... Советские шоссе... Ничего такого не было... И вось... Завтра они стали... Як я... Ну... Завтра... Попытаются в руки... Газеты... Героиные стали... Такие стандарты... Заваны... А дады еще фантазии... У людей... Они там писали... Нежно... Кто... Кто... Что... 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 И... Вось... Нежно... Проглядывающим... С... Такие... Материалы... Я... Знахожу... Объяву... Шанчины... Такого... Уже... Бенсина... Когда он взросл 110 и под 60 год... Якая... Ну... У меня дома... Там... Где серьезных отношений... Ну... Где шлюбах... Какая... Человека... Вось такое... Рост... Не менее... Со метров семьдесят восемь... Поверьте мне... Коли вы... Коли вы... Коли вы... Робите обитание... Ну... Пусть мы... Робили там... В маркетах... Раследований... Кольки там... Башеков... Я не ведаю... Там... Качейтные... Там... Шипсы... Вы... Прыгладно... Купляйте там... Тыдень... Тюмиси... Никто не скажет... Не напишет... Шестнадцать... Альбо двадцать один... Люди напишут... Прыгладно... Пятнадцать... Прыгладно... Тут такая... Некруглая... Лишка... Отколь... Это... Отколь... Это... Отколь... Это... Она сама такого роста была... Вы... Аммаль... Что угадали... Конечно... Я... Уже был данный... Посвященный... Так сказать... Социо-медичный математик... Я... Погляден на ее роста... Але... Не такого... Ну... Мужку... А? Мужку... 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 Ну... Мужку... 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 Ну... Абсолютного... Крюху поправишь. Вот, мы... Кажем вас... Прорывует... У ЕЕ было... 1,73 метра... В ЕЕ... В голове... Сидело... Что ЕЕС подорожник... Повинны быть выше ЕЕ... Хотя бы на 5 см... Каблук... А? Каблук... Глядите, ой, не 20 год, как там хлопцы вокруг билися. Его было под 60 год. А я вот это сидела. А вот это хлопец математик, что там математик. Вот я на лишь бы ее глядить. А тут же вы глубокий сенс. 5 сантиметров в это довольтесь. А вот не довольтесь. А вот не довольтесь. Я не ведаю, как у нее были вось, там, метр семьдесят восемь, а это было нежно меньше. Как я спадаю все гроши, как перетягнуть вось недоход росту. Так что ГД, конечно, вы разумеете, тут можно в полном гумору поставиться до какой-то ситуации. А на коллеге устроя вы разумеете, что мы повинны думать об чем и где работаем. И восемь приватности думка нашей коллеги на фонд односных величин. Это ведьми, это ведьми сложная. По людей с высшей, несконченной высшей, высшей эдукацией, скажем, в нашей караине, ну их не там уже шмак. Это так, сдается 12, там 10, у меня же 12, 14 отсутствов. Я просто докладно не памятник. И абсолютная розница может быть не великая, а относная. И она будет великая, потому их вось не шмак. А людей завольные, человеку, кажется, истудно будет. Так что тут важно, важно глядеть, а что нам важно. Абсолютная розница, односная. Денечить можно эту башню по-разному. Можно и корыстаться классичным подходом по иуклиду, вылечивать розницу, вылечивать розницу, взводить квадраты, складывать, добывать. Можно попростее, просто складывать розницы. Можно вылечить односные розницы. Можно вылечить навык. Но, может быть, это важно, наибольшую розницу. Это бывает. Когда нам важны... Важны наибольшие измены, которые мне не влечу. Да, раньше, односную розницу так само можно вылечить наибольшую. Все это можно делать, когда вы владеете, видимо просто, математичной техникой и разумеете, что вам потребует. Вось математичное мысленное на простом плане. На простом плане. Ну, заровен здесь такой продержковый финиш. Скажите, вот с того, до чего мы сейчас дошли, ты сразумела к этому? Те испытания какие-нибудь? Ну, я как раз не верю сразумела, в какой ситуации я кричусь. Ну, я вам говорила, что можно из этой простить, как написать совсем. И оттенеться. Ага, давайте посмотрим. Скажите, вы не собраете? Нет. Вы разумеете, какой тактики я притравлюсь, я не хаваю. Я не хочу вам накидать параболи неких математичных понятий, техник и так далее. Я думаю, что больше важно поговорить про логику, какая остальная математика. Я, наверное, великое там, к матчеру. Ее все равно не расскажем. Ну, скажем, лепее, когда будет одна вся гера, яка он користается у Бердина, для чего его будут там стамески, там ященики, фанки и так далее, якими он користается там. Так вот, на конд, чем коли користается? Глядите. Давайте поглядим. Вот тут. Что нам больше важно? Вось абсолютное повеличение, альбо одно самое. Альбо, скажем так, надо не что больше важно, а давайте просто поглядим, что означает одно и что означает другое. А важно, как это, я кажусь, реломоны и депэнс. Что означает вот эта восьмена? Давайте просто глядим. И оно означает, что коли в 2003-м годе только каждый десятый, необычайшую, необычайшую, необычайшую. То бы раз в пять год можно ищать вверх. Можно ищать вверх. Можно ищать вверх. Пусть разница достигнула, но ищать вверх. Альбо, кольки мы стартовали с вельми в низкой позиции 0-1, то одно с нами повеличение просто в фильме великое два с половою разы. С пункту гляджения, ну, коли это некое предприемство, коли это предприемство, альбо некое галенарное творчество, ну, мы маем такое отчувальное повеличение доли специалистов в том, что свыше ищая эдукация. Отчувание. А лезь доли с пункту гляджения эдукацийной активности, скажем так, альбом машина працы специализованных в НУ, яке арештует специалиста у вас для этой галены. Ну, тут реалисты поражаются. Они повеличили выпуск там в два с половой разы. Таким шином, коли вы глядите, что у вас, який у вас расклад, якими кадрами вы болотаете, вы глядите лучшей на абсолютную роль. А вот с пункта гляджения, скажем, Министерства эдукации, на правонавожней односное, им спотребилось у два с половой разы повеличить выпуск специалистов возле этой галены. Вот приведу вам такие проблемы. Некольких месяцев тому у сротка массовой информации изъявилась... Так... Каким часом мы? 19.35. Ага. Ну, вот тут мы и не сможем. У сротка массовой информации изъявилась... Это на будущее. Вы знаете, как семья за 10 минут, хорошо? А то я увлекаюсь, может быть, непогода, но... Так вот, что скоротилась доля белорусских автомобилей у грузовиков. Так вот. На российском рынке. Вот сротка такая участка была за нашими грузовиками, а тут она изменилась. Скажите, сам по себе хоть и факт, что у Вогули... важнейшим кепстами. Они поняли. Скажем. К кому? Основная рынка у белорусских языков это Россия. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно с вами сгоден. Олег, скажите. Рыбачник Хедера лишь попралась и залила. Уявите себе, что объем продаж наших мазовых, белазовых там, муазовых, не изменился. А просто в России рынок поширился, они стали больше покупать, чем залить. Абсолютно. Тады доля изменьшится. Ну, а что к этому кепсту? Нам же треба продать свои мазы. Вось об чем наш клуб? Требу клуба как сам по-худшему стоит. Ну, ведаете, Марс наш не величкий. Коли я был там хлопчуков маленьким, порадовую часто спевали песню. Этажами над ЕСом вздымаясь, стал за Минском гигантский завод, и уходит Акаранская Свергайя, он за Викозаводский парад. Масса, по существенных мерках, далекий гигантский завод, где-то. 12 тысяч машин уход к этому. И тут, мне кажется, никто уже не кажет по величине. Ну, это инжес парад. Я хочу сказать просто, что сама по соперам эта гишка, что сменьшилась наша доля, не вообще не говорить, когда не ведать, что стало с российским рынком. Коли она снизилась из-за того, что рынок просто вырос, это одно. А вот, когда рынок прикладно той же, и наша доля так сменилась, вот это... Ну, не скажите. Посмотрите, если рынок у нас, получается, увеличился, то все равно распределение того, сколько кому-то грузовиков нужно, остается примерно таким-то. Ну, то бишь, кому нужны дорогие, хорошие грузовики, кому нужны средние какие-нибудь, а кому нужны такие вот самые дешевые типа наших базов. Ну, то есть, получается, если увеличивается рынок, соответственно, увеличится количество тех людей, которые нужны нашей самой дешевой базе. И если наша дешевая база с таким же сталось, то тут у кого-то, то есть, ну, как бы он должен был увеличиться. Это снова-таки, это снова-таки. Рынок мог увеличиться за кошт повеличения обыду на больше доскональные машины. Как вы сами это сказали. Ну, ну, что там. Зъявил на себя шмаков охотников, там, там, манов, в скании, там, ежих, вот. Вось, а почему? Просто вось об чем и договор. Вось, как было сказано, что объем продажу массов скоротился на стольке от сотков вось, это уже лишба абсолютно тревожная. Вось, треба глядеть и треба анализовать. Мы с вами еще будем про это говорить, по-какой сейчас заканчивать, я скажу в очередь. Одна из самых популярных хибов, а так само один из самых популярных способов манипуливания, это вырывание лишб, вырывание лишб из контекста. Вось, это вельми заганная речь, и мы с вами об этом еще будем говорить. Во, вылечать в это одно, а вось глядеть до чего в это, вось это истотно больше важно. Тому, снова-таки, мы не будем закапляться некими математичными техниками, а вось будем глядеть на заместованный бок справа. Так, коли больше не могу пытать, тогда я дякую вам за бумагу, и до наступной встречи существующей. Всем пока!